Товарищи, я хочу представить вам результат наших последних экспериментов Са Шарикова, который преобразился в человека. За такой вид, конечно, понятно, что поборются самые разные тут люди. Ставили лицом к зданию, ставили спину к зданию. На месяце не прошло, как опять его переставили. Снимать изображение местности с разрешением до одного метра. Следить за всякими американскими. И в статьях, и в актах, свидетельствующих о том, что это действительно был первый лазер в Советском Союзе. Оптика пронизывает всю жизнь и все производства. Распространенность оптики – признак высокой культуры. Д.С. Рождественский, выдающийся физик-оптик, академик АНССР, организатор и первый директор ГОИ. Напротив которого, собственно, мы с вами не находимся. Это закрытая территория. Вы сюда, к сожалению, не попадете. Даже если захотите. Но вот благодаря прекрасным сотрудникам этого института мы сегодня здесь. И вы увидите вещи, которые Леха, когда увидел, он обалдел в хорошем плане. И я тоже. Ну, а поскольку я хоть и человек, окончивший государственный университет телекоммуникации имени профессора М.А. Бочбруевича, но тем не менее, с техникой я на «вы». И вообще со всеми техническими вопросами. Поэтому сегодня я не столько гид, сколько интервьюер. А гидами у нас сегодня будут специально обученные люди. И я хочу представить нашего самого главного и первого гостя. Как вас зовут и какую должность вы? Архипова Людмила Николаевна. Ну, РИО-директора по научной работе. Людмила Николаевна, скажите, пожалуйста, сколько сейчас сотрудников в институте? Очень мало сотрудников. У нас сейчас меньше ста, если не говорить деталей точно. А сколько было? Было в свое время 12 тысяч сотрудников. Но это была огромная группа институтов, которые не только на этой площадке, еще и на трех площадках были. Включая даже пригород. И там были совершенно разные направления объединенные. Где-то это еще в конце прошлого века было. А можно сказать, что это такой главной офис по-современному? Безусловно, конечно, конечно. Это было как создано еще уже 102 года назад. Это не само здание, имею в виду сам институт. Вот вы упомянули Рождественского. Вот сама первая идея создания института у него родилась еще в 15-м году, когда он просто работал в лаборатории университета. И он в 18-м году, через три года у него полностью созрела идея создать оптический институт, который бы руководил не только наукой, но и производством. И он три кита поставил там во главе. То есть это стекло, которое обязательно должно быть для науки. И на институт, кстати, возлагалась идеология руководства всей оптической промышленности страны. Это несмотря на то, что это 1918 год. Представляете, что было? Я представляю. Ну, это такое время, когда все зарождалось. И радио, и... Так нет, дело не зарождалось. А дело в том, на каком уровне была страна после революции. На юге гражданская война. Да, вокруг нас, значит, где немцы же были. Где-то Нарва, Ярославль, Питер, под Питером. Где там еще? На Кавказе сидели эти самые англичане. Колчак. То есть эта ситуация... И однако был поднят в 1918 году. И Нарком просвещения специальное заседание проводили, в котором Дмитрий Сергеевич сказал, что необходимо создать оптический институт. И было решение. Причем разбирал это комиссариат народного просвещения. То есть во многом благодарил Ланчарскому. Да, во многом Ланчарске постановление первое было его. Так что вот такая история рождения института. Деньги нашли. Позже уже, значит, какой, по-моему, в 1929 году дали 80 тысяч долларов. Это уже, значит, спустя сколько, считаете, 11 лет. И поехала целая команда из ГОИ, которая поехала за рубеж, в Германии, по-моему, в Голландии, в Бельгии. Они покупали какие-то приборы. То есть на тот момент здесь было самое лучшее оснащение. Нас здесь посещали лидеры науки. Ну, кто там, сейчас вам скажу. А, даже Кюри. Ничего себе. А если мы говорим конкретно про это здание, то это же 50-е годы в Ростоке. Да, да, да. Я правильно понимаю. Правильно понимаете. Оно и было построено в это время. Сталинский неоклассицизм. Но, к сожалению, у нас, в общем-то, только косметический ремонт был. То есть мы не ремонтировали его основательно. Хотя, на самом деле, разумеется, за эти годы, слушайте, не 102 года, но 50 лет, даже больше уже 60-70. Конечно же, тут все у нас пришло в определенную негодность. Ну, имею в виду вот эту инфраструктуру. Ну, вода, канализация, электросети, они не такие, как должны быть. Но если это делать, то, боюсь, это будет последнее, прости, с институтом нас уже. Хотя это надо делать. Если бы это взял под свое видение Геоп, это было бы то, что надо. А мы получили статус, что это памятник сталинского неоклассицизма. А вот следующий шаг, видимо, надо добиваться, работать. Но у нас сейчас стадия реорганизации самоинститута. Она занимает все наши силы и внимание. А по идее надо было бы это пробивать. Ну, может быть, не знаю, наше видео хоть чуть-чуть поможет. Может быть, да, может быть. Давайте мы развернемся сейчас, посмотрим сюда. Здесь у нас вот памятник ведь. Я-то в основном, конечно, знаю, знаком с биографией его брата. А здесь у нас, соответственно, один из крестных отцов, если можно так сказать, вашего института. И, насколько я понимаю, этот памятник, некие пертрубации с ним были, да? Ну, пертрубации были, потому что его ставили лицом к зданию, ставили спиной к зданию. Но самое последнее, что, видишь, это буквально, ну, сколько у нас, наверное, месяца не прошло, как опять его переставили. Мы все время поворачивали. Да, поворачивали, потому что разные были наши местные легенды, что если мы его повернем иначе, то, может быть, к нашему институту вернется удача. Вот мы поэтому и меняем. Это очень забавно, что даже в такой научной среде все равно существуют такие замечательные, чисто, на самом деле, экскурсоводские вещи, потому что гиды обычно эксплуатируют такие моменты. Ну, вот сейчас он стоит, как бы, по вашему мнению, как? Согласна оригинальному замыслу или нет? Ну, мне кажется, что да, лицом к институту. Это, по крайней мере, так сказать, пусть высшая воля. Он один ведь был из основателей тоже, ну, не первый, с первых туров института, но он потом 3-4-5 направлений он лично у нас уже в ГОИ, как вам сказать, развил. Вот, я вам потом, ну, подарю 2-3 статьи очень старых. Я вам скажу, какой так. У меня сохранилась газета, которой 50 лет было. ГОИ было 50 лет. Я вам эту газету подарю, вы сможете использовать. Там все статьи по основным направлениям деятельности института написаны в те времена. Потом покажу журналы оптической промышленности. Это мы выпускали в институте. У нас были свои журналы, вопросы оборонной техники, специальный журнал. И вот эта оптико-механическая промышленность. Сейчас он издается, но называется сейчас оптический журнал просто. Ну, ничего страшного. Звонят, мы это простим, да. Ну, на самом деле, давайте как раз, мне кажется, сейчас самое время переместиться непосредственно в здание самого института. Вторая часть паразитовского балета и еще одна, можно сказать, легенда ГОИ с нами. Представьтесь, пожалуйста. Моя фамилия Забелина Ирина Анатольевна. Я возглавляла лабораторию визуальных оптических приборов космического назначения во второй половине прошлого века. Чтобы, знаете, для таких блондинок и блондинов, типа меня метафорически выражаясь, вы могли бы обрисовать, в чем была важность вашей работы для страны? Ну, так сказать, лаборатория занималась созданием визуальных оптических приборов для пилотируемых космических кораблей. Она связана в основном с тем, что предназначалась для работы космонавтов-операторов с этими приборами. И, собственно, вот в системе управления это были приборы астронавигации, ориентации, системы управления пилотируемых аппаратов. И второе направление – это приборы наблюдения. То есть создавались визуальные приборы с высоким разрешением, с большим видимым увеличением, которые позволяли все времена снимать изображение местности с разрешением до одного метра. То есть следить за всякими американскими… Да, причем это были уникальные приборы. Почему? Потому что скорости на орбите большие, поле зрения маленькое, и поэтому получается, что если не стабилизировать изображение, то все моментально уходит из поля зрения. А вот в этом приборе как раз и было обеспечено большое увеличение плюс стабилизация поля зрения. То есть какое-то время оператор мог смотреть за предметами на местности. И более того, там была обеспечена фотосъемка, но, к сожалению, ГОИ с ним дети не получил, поскольку они были закрытыми. Понятно. Я вернусь когда домой, я просто делал в том, что в Вашингтоне был музей истории космонавтики и видел там какой-то из наших приборов советских. Я не включаю варианта, что это один из тех приборов, к разработке которого… Ну, все может быть, все может быть. Вообще говоря, вот роль визуальных приборов, она немаловажна. Почему? Вот посмотрите, был салют всем, который в какое-то время был неуправляемым. И вот два космонавта, Дженни Беков и Савиных, должны были стыковаться, не имея никакой связи со станцией, должны были стыковаться с неуправляемой, вращающейся в разных направлениях станции. И, так сказать, они это осуществили в том числе и с помощью визуальных приборов. И был такой визир стыковки космонавта, с помощью которого они произвели ручную стыковку. Это совершенно уникальная, так сказать, ситуация, когда люди шли практически на верную смерть. Потому что, ну, вы сами представляете, два человека в космосе с неуправляемой станцией. В общем, короче говоря, вот такие работы с нашими приборами производились. Понятно. Скажите, пожалуйста, тогда давайте мы передвинемся сегодня к одному из… Еще одному из крестных отцов. Еще одному из крестных отцов Гоя, которому вы хотели посвятить несколько слов. Ну, Дмитрий Сергеевич Рождественский, он ведь основатель нашего института. Ему принадлежала идея всегда, так сказать, осуществить связь научного учреждения с промышленностью. И, в принципе, это была первая и одна из основных задач. А еще одна задача – это обеспечение стекловарения оптического качества в нашей стране. Вот, так сказать. Но я и хочу еще добавить, что Дмитрий Сергеевич – основатель так называемого оптического общества в институте. В 1922 году такое общество в России было создано под названием «Русское оптическое общество». В 1929 году оно прекратило свое существование, но в 1989 году под руководством Михаила Михайловича Мирошникова и по его инициативе это общество было возобновлено. И в 1990 году был съезд, который утвердил, учредительный съезд, который возобновил деятельность оптического общества в России под названием «Всесоюзное оптическое общество» имени Дмитрия Сергеевича Рождественского, как основателя этого общества. А что у вас за значок висит? Это я член-корреспондент Российской академии космонавтики. Понятно. Вот если завершать наш с вами разговор, скажите, пожалуйста, наработки, которые были осуществлены непосредственно и вами, и вашим коллективом, и всеми коллегами, которые имели к этому отношение. Сейчас, в современной жизни, где мы можем наблюдать основы, которые были вами заложены в обывательском отношении? Во-первых, я бы хотела сказать, что создание визуальных оптических приборов – это не одно из основных направлений, а оно в числе основных. А основные направления – это все-таки космическое объективостроение, в котором принимала в первую очередь участие Людмила Николаевна как разработчик и создатель объективов. Поэтому, наверное, стоит говорить о том, что основное направление – это все-таки космическое объективостроение. Ну, объективы нам близки, вот особенно человеку, который сейчас с одним из них. Большое спасибо вам за информацию, которую выложили. Мы продолжаем наше путешествие в стенах этого замечательного заведения. Ну, вот за такой вид, конечно, понятно, что поборются самые разные тут люди. Миллиарды стоят. Миллиарды стоят, между прочим, да? Причем тут и туда, и туда, и туда. Мы находимся на знаменитой ротонде, которая венчает то здание, с которого мы с вами начинали наш обзор. Скажите, пожалуйста, вообще внутри самого вашего института с этой ротондой связаны, может быть, тоже какие-то истории, легенды? Нет, ну, легенд у нас как бы как таковых не было, но то, что экспериментальные проверки своих изделий, там, дальномеры, объективы различные, мы, конечно, мерили по всем высотам, которые в панораме. Вот от Исааки по ту сторону, там, Можайка, вот вам говорили, что был первый сеанс, значит, передачи телевизионной между Можайкой. Вот очень часто смотрим сюда, а то и на Полковские высоты. Сейчас я не вижу ни одной вот, как бы, точки, связанной с Полковскими высотами, низкий туман, но мы знаем расстояние. И потом, когда мы смотрим, мы практически на деле проверяли разрешение, то есть дальность нашей и так далее. Так что все это у нас было как часть экспериментальной работы. Панорама ландшафт Петербурга идеально подходит для практической работы. Отсюда даже виден ангел на вершине Александрийского столпа. Мне тут один деятель написал, что это не Александровская колонна, это Александрийский столб. Ну, хорошо, пусть будет так, если вам так удобнее. Но есть же и внутренности, на самом деле, да? Давайте переместимся внутрь. Шикарно сохранилась балюстрада. Да, я опять-таки как столяр. Ей вот как раз-таки 50 уже, даже не 50, сколько ей лет-то получается? Ну, 68. 68 лет, да. Понятно. А вообще мне рассказывали всякие там, знаете, истории, что чуть ли не какой-то масонский знак пытались находить здесь. Ну, какие масоны, ребята, в постсталинскую эпоху, да? Пытались, да. Здесь был представитель Геопа, который тоже говорил, когда он наблюдал. Здесь был, потом в зале. Он искал тоже следы. И он что-то видел. Он говорит, надо еще поискать. Мол, все открытия в деталях. Мне кажется, при желании можно увидеть... А вы знаете, это не так уж неожиданно. Если почитать литературу, я просто недавно столкнулась просто с историей архитектуры. И оказывается, в наши времена вот этого социализма при Сталине, это было, кстати, каким-то определенным знаком. Многие архитекторы этим увлекались. И невольно включали это в какие-то элементы здания. То есть это не легенда, тут есть что-то. Ну, в принципе, на самом деле, поскольку это же сталинский неоклассицизм, а неоклассицизм растет с классицизмом, это нормальная форма подобного заведения. Здесь, я так понимаю, библиотека была, да? Здесь была библиотека. Позже здесь, вот уже вы видели, там написано было «Зал персональных компьютеров». Здесь у нас были все компьютеры, и была база. Она была связана с рабочими местами. А здесь проходило интегрирование, ну, просмотр, где, что, у кого. Это как бы контрольные функции наших айтишников. Сейчас этого нет, у каждого на своем месте, и все. Раньше же не было компьютеров в те времена. Просто у каждого были... Не у каждого у нас были вычислительные центры, находящиеся в определенных местах. А здесь была с ними локальная связь. То есть это такой главный кластер? Главный кластер был, да, правильно вы сказали, да. Пока мы находимся в такой красоте, на самом деле, мне кажется, самое время начать разговор про основные направления деятельности института, да? И вы, в общем-то, как один из главных сотрудников, который стоял у истока и основания многих. Как бы вы сами разграничили по направлениям? Да, по направлениям. Как бы вы сами обозначили? Ну, у нас, если говорить о том, что есть сейчас, это одна история. О том, что было. О том, что было. Потому что, когда институт был создан, я вам говорила, что это шел разговор, идея была Рождественского, это полный спектр всех исследований, в том числе фундаментальных. И вплоть до... Почему есть прикладной, имел функционал? Плоть до реализации этих идей вот в рамках этой площадки. Ну, то есть это совмещение науки и производства? Наука и производства, да. То есть по полный цикл практически. Я еще раз говорю вам там, статью, когда институту было 50 лет, где эти задачи все сформулированы. Вы можете там свой блокбассер вложить потом. И там, конечно, были фундаментальные. Основы спектроскопии были заложены. Основы там изучения атома. Что там еще. И эти вещи и сейчас, кстати, еще идут уже в прикладном значении. То есть оптическое стекло, которое выделилось в отдельный институт, он был в 1923-1924 году создан. Институт оптических материалов. Это площадка метро Ломоносовская. Я знаю. Знаете, да, на базе вот этого института. Не института, а завода, где занимаются фарфором. Знаете, там рядом с ним площадка. И там были положены основы. И, может, где-то до этого, если покупали стекло в Германии, за рубежом, вот я вам говорю, в 29-м будущем ездили, даже что-то брали, образцы, то теперь уже необходимости в этом нет. У нас довольно большая линкалатура оптических материалов. Было их 256 марок, больше, чем во многих странах. Сейчас поменьше. Но вот это Россия сама сделала. Вот это, я так понимаю, как мне рассказывали, здесь обычно, как в древнегреческих портиках собирались обсуждать какие-то вещи, то здесь, я так понимаю, были какие-то променады, да? Ну, были, были. У нас даже променады. У нас же ученые советы когда собирались, это были асы, так сказать, нашего уровня. Но здесь были в то же время и тренировки. Здесь были столы, кстати. Играли, да, бадминтон, пинг-пон, бильярд. В бадминтон играли? Играли в бадминтон. У нас много вот таких площадок. У нас даже спортсмены здесь были свои. Участвовали в соревнованиях. У нас же была своя площадка, база отдыха на озере, как и на Суворово, Нахимовская, Нахимовская, да. И там была своя площадка, пионерский лагерь, значит, зона отдыха. И еще моя руководительница, значит, вот поколение до меня, она была такая дама, любила играть с мужчинами, бильярд. Так что здесь у нас были для тренировки, для полноценного отдыха, эти места бы устроены. Вот это лифт? Это лифт, да. Тот старинный, он, к сожалению, прошел свой ресурс, чтобы его сейчас запускать. Это особое требование, надо деньги большое платить. Да, это лифт. Но он уже, он, звезда, тут уже, так сказать, атрибутика. Его часто используют даже внизу. Знаете, для каких? Для съемок, вот времени, когда идет разговор. Ну, понятно, да. Там КГБ или что-то в таком роде, да. То есть весь советский колорит передает? Да, да, все сохранено. Вот здесь паркет у нас еще с тех времен. С тех времен паркет сохранился. Явно масонские знаки. Однозначно. И вот здесь как раз можно посмотреть наверх, да, вот как это все выглядит. То есть люди собираются здесь, люди стоят там. Это, ну, знаете, прям такая атмосфера, я бы даже сказал, дворянского какого-то собрания. Безусловно. Она очень возвышает. Я вам хочу сказать, иногда идешь на работу, на страницу, ну, никакого. Ну, все эти вот наши... Ну, как только здесь приходишь, вот видишь это, это, понимаете, оно естественно, я не знаю на каких струнах, но оно воздействует вот на нашу психику. Вот архитектура, вот это... Вот я лично по себе, я вот безусловно чувствую, какой-то своего рода подъем, понимаете. Мне... Мне... Ты себя чувствуешь тут личностью. Понимаете? Смотрите, крайне интересно. А может быть, еще поэтому Сталин дал директивы вот от авангарда переходить к меня посетить? Я думаю, да, конечно. Авангард иногда, да, он интересен, правда, там, знаешь... Ну, такой обезличенный. Он обезличенный. Он не дает душе настроя, а это дает. Вот это очень интересная мысль, на самом деле, крайне полезная. Хорошо. Тогда, если говорить про тогда направления современные, на чем сейчас специализируется институт в наше время, каковы его основные направления? Ну, что у нас? У нас по-прежнему осталось направление космическое. То есть у нас есть 2-3 работы сейчас, которые разные аспекты космоса. То есть и ранее мы занимались там разведкой, наблюдением за приземным слоем. То есть сейчас больше у нас работ связаны с таким полугражданским, гражданским применением. То есть это исследования за планет, задачи астрономии, вот, то есть там по Солнцу. Сейчас же идет работа солнечный кронограф, то есть телескоп солнечный. То есть вещи связаны с уходом от Земли туда, вдаль. Вот. У нас есть несколько таких тем. Лазерная тематика, как была новогодняя из ведущих, так и она осталась. Вот профессор Белоусова будет, она вам расскажет о том лазерном направлении, которое у нас было одним из ведущих направлений. Здесь выдающиеся русские и советские ученые. Да, ну это еще как бы до, до, до. Советских еще нет. Да, советские еще, это Догоевские. Советские у нас тут в кабинете, видите, фотографии. Ну это основа. Ну это тоже такая советская традиция, там на школах и везде вешать. А скажите, пожалуйста, по 20-й год здесь только Тимирязи попадает, понимаете, если мы в 18-м году. Все остальные они как бы более позднее время, более раннее, простите. Если говорить про этот памятник, про этот бюст, точнее, Тимирязево, насколько я понимаю, с ним тоже связана одна забавная история. Я о нем вот мало что знаю. Ирина Анатольевна, ты не в курсе про этот бюст? Насколько он был конвертирован из Владимира Ильича Ленина, мне рассказывали. Ну, не знаю, мне кажется, это одна из легенд. Это одна из легенд. Почему? Потому что это известная байка, когда один, так сказать, тип личности, лицо, лоб, залысины, залысины, оно очень с небольшими изменениями скульптора может преобразовываться в нечто другое. Это не только к нашему. Вы посмотрите, можно еще несколько придумать, что это тот или иной человек. Но я думаю, что это легенда. Видите, даже у нас лежит внимание, не занимайте это место. Это признак уже, ну, нынешней действительности. Видите, дистанция. Ну, с коронавирусом что связано. Товарищи, я хочу представить вам результат наших последних экспериментов пса Шарикова, который преобразился в человека. Мне кажется, это пример автокомб. Пример автокомб, да, конечно. Здравствуйте, здравствуйте, проходите. Здравствуйте, к нам присоединяется еще один из работников этого института. Сейчас буквально пару слов. Вот этот вот актовый зал, который здесь располагается, вот если брать советские времена, как он выглядел, что здесь проходило? Доска. Проходили у нас все заседания ученого совета, защита диссертации. У нас же одна из первых тем, когда вот я вам говорила о тематике института еще в стадии его создания, тогда не называлась аспирантура, а была, вот я вам дословно материал дам этот, покажу и подарю, было написано мастерские. На самом деле это была первая кузница аспирантуры. Вот здесь проходили защиты, здесь были совместные заседания, здесь были обсуждения текущих работ. Я помню сама прекрасно вот этот вязал наполнен людьми, которые были связаны с космической техникой, вот чем я, например, занимаюсь, Ана Михайловна про свое скажет. И здесь сидели все представители России, которые в той или иной стадии на цепочке создания там от объектива до целиком носителя сидели тут, обсуждали свои проблемы, что сделать, чтобы это было тогда, тогда-то в срок, какие технические вопросы, организационные, материальные, все проблемы тут обсуждались. Здесь были представители и правительства, так что вот такая у нас славная история. Один из самых старейших сотрудников этого института. Представьтесь, пожалуйста. Белоусова Инна Михайловна. Я начальник отдела и главный научный сотрудник, лауреат государственной премии СССР, заслуженный деятель Российской Федерации, науки Российской Федерации. Дограджина там медалью к ордену «Заслуги перед Отечеством второй степени», медалью за трудовую доблесть, ну и множество других медалей отраслевых. То есть работаю я с 1957 года. В 1957 году я поступила в аспирантуру в Государственный оптический институт, в 1960 году закончила аспирантуру, и с 1960 года являюсь уже научным сотрудником, потом старшим научным, потом ведущим, главным начальником лаборатории. В течение 1967 года начальник лаборатории и руководитель коллектива, который до сих пор работает. То есть более 50 лет я руковожу коллективом, который занимается лазерной физикой и теперь уже нанофотоникой. Вы же, получается, когда начинали свою деятельность, вот это здание как раз только-только построилось. Это здание только построилось, а вот здание, третий корпус еще не был построено. Там была волейбольная площадка, где мы, будучи в аспирантуре, играли в волейбол еще. Вот сейчас, в 1961 году завершили третий корпус, где, собственно, сейчас и располагается отделение лазерной физики, отдел нанофотоники и наш коллектив. Если брать, ну, об этом можно бесконечно разговаривать, но если, тем не менее, если брать вашу научную и, может быть, прикладную деятельность даже, какие самые выдающиеся, известные в научной среде, и, может быть, не только в научной среде, изобретения, какие-то приборы, препараты, механизмы и прочее, которые были изготовлены благодаря вашей деятельности? Не конкретно вашей, а вот коллективу, которым вы руководите. Ну, вот первое, что нужно сказать, что 2 июня 1961 года была группа, в которой я состояла, группа Хазова и Белоусова, два человека было в группе, мы запустили первый в Советском Союзе лазер. Первый в Советском Союзе лазер. Это знаменательное событие, это отмечено во всех документах, и в статьях, и в актах, свидетельствующих о том, что это действительно был первый лазер в Советском Союзе. А вот можно такой дилетантский вопрос? А вот всевозможные такие литературные произведения, типа Гиперболоид, инженера Гарина и прочее, вы вот когда в молодости, может, читали же наверняка? Не, ну, читали, но в молодости как-то на это не очень обращали внимания, просто научная фантастика. А какими глазами вы вот это смотрели, когда вот вы сейчас конкретно этот лазер разрабатываете, и вот человек пишет про такие вещи, ну, писал, точнее, для вас? Вы знаете, ну, есть много фантастического, конечно, в том, что он писал, но в целом, на самом деле, идея, так сказать, вот гиперболоида и воздействия лазерного излучения, скажем, на различные объекты, включая и так, военную технику и так далее, это на самом деле есть, и в свое время тоже вот еще одно знаменательное событие, которое может быть в какой-то мере можно отнестись к осуществлению, так сказать, именно идеи гиперболоида инженера Гарина, это создание, значит, вот таким коллективом большим, это физический институт Академии наук СССР, затем Всесоюзный научно-исследовательский институт ядерной физики, это город Саров, вы, наверное, слышали о нем знаменитый институт, вот, игои имени Вавилова, мы, значит, вот создали лазер, который, это был уже 69-й год, ну, конец 60-х и 70-х годы, создали лазер, который имеет энергию 1 мегаджоль в луче, то есть он может разрушать, так сказать, и воздействовать на объекты с большой энергией, такого лазера в мире нет до сих пор, и эта работа была, именно за эту работу была удостоена, работа была удостоена государственной премии СССР, все участники, ну, в том числе, от горя я была выдвинута, значит, получили государственную премию СССР, и сегодня это, так сказать, будем говорить лазер, который, ну, является, будем сказать, таким критерием возможного и невозможного в физической оптике. Понятно. А каково практическое применение? Ну, он делался для специальных целей, конечно, в свое время, поскольку была программа СОИ, тогда объявлена, да, Райганом, и тогда, соответственно, и Советский Союз включился в эту программу активно, и он был сделан, вот так сказать, в ракурсе этой программы Советского Союза. То есть мы практически говорим про фильм «Звездные войны» только в реальной жизни, если можно так выразиться. Ну, да, да. Понятно. Помимо лазера, это самое, да, я понял, главное... Это основное направление, но, кроме того, мы занимаемся медицинскими применениями, и у нас мы занимаемся... Вообще, в последнее время, вот когда началась перестройка в 90-е годы, несколько отошли на второй план все эти системы, лазерные системы, мощные лазерные системы, программы все эти аналогичные СОИ и так далее. Вот, и наоборот, появилось новое направление, новый век, новое направление, это нанофотоника, нанотехнологии нанофотоник. И наш коллектив, собственно, перестроился на эту новую тематику. Для людей, которые окончили в культете менеджеров и прочих замечательных направлений, которых нанофотоника звучит примерно как абра-ха-дабра-сяськи-масяськи. Вы можете перевести с научного на обывательский язык? Что это такое? Для чего это применяется? Точнее, какое применение это находит в обывательской жизни? И не только в обывательской? Нет, ну, нанотехнологии. Вообще, наночастицы, это частицы, которые имеют размер на уровне одного нанометра, то есть 10 минут 9 сантиметра. И в свое время в 1996 году была открыта такая молекула размером 1 нанометр, так называемая молекула фуллерена. Она имеет форму футбольного мяча. Состоит она из углеродных частиц. И она так и называлась, бекебол, то есть вот, так сказать, именно, ну, дозвали ее как футбольный мяч. За открытие этой молекулы такого размера получили Нобелевскую премию американские английские ученые. И эта молекула послужила началом работ в области именно наноструктур для различных типов применения. Значит, ну, например, почему? Потому что такая, значит, молекула дает возможность, скажем, при взаимодействии, скажем, с кислородом, вот который имеется всюду, и облучение, там, скажем, светом, там, диодным, или солнечным светом, или еще что-то, вырабатывает такие активные формы кислорода, которые, ну, вот мы говорим, всегда там все борются, медики делают антиоксиданты, то есть то, что уничтожает, как бы наоборот. Вот. А здесь наоборот делается, получается, такой, такие активные формы кислорода, которые могут воздействовать, скажем, на различные объекты, биологические, то есть они резко уничтожают всякие бактерии, вирусы, так, кроме того, они дают... Очень актуально в наше время. Очень актуально в наше время, и мы, например, у нас одна из работ, один из таких грантов, которые мы в свое время получили от Международного научно-технического центра, это был 2010 год, финансировал этот грант Японии, значит, это уничтожение вирусов в плазме донорской крови, вот, потому что дело в том, что донорская кровь, хоть она считается, что ее контролируют доноров, там и так, тем не менее, есть ряд случаев, когда идет заражение некое людей, просто, знаете, и ВИЧ-инфекции, гепатитами, там и так далее, и поэтому, значит, стоял вопрос, так сказать, мировой практики медицинской, чтобы уничтожать, делать дополнительную активацию вот этой плазмы донорской крови. Оказалось, что вот если эти наноструктуры, вот так, фулерены ввести, скажем, объем плазмы донорской крови, облучить, и то можно уничтожить. Там все вирусы, которые, если плазма становится абсолютно безопасной, дезинфицирована и так далее. Вот. Более того, вот сейчас, значит, в связи с вот этими всеми вирусными вещами, мы делаем опыты, когда мы наносим вот такой фулереновый слой на определенные подложки, пропускаем, скажем, делаем, я бы сказала так, кондиционер, очиститель воздуха от вирусов, то есть через вот такие мембраны, покрытые вот этими наноструктурами, мы, значит, пропускаем потоки вот воздуха, скажем, помещения, офиса, залов там, лабораторных помещений, медицинских помещений, вот, и такая система уничтожает вирусы. И это проверено вместе с институтом гриппа, то есть дезактивация такая происходит, действительно, вот так что сейчас мы работаем над тем, чтобы внедрить, получить нужные сертификаты там на это дело, ну и так далее, потому что, понятно, без определенных сертификатов внедрить медицинскую аппаратуру невозможно, поэтому над этим вопросом сейчас, организационным работаем, в то время как идеологически мы проверили, что да, действительно вирусы уничтожаются, то есть и воздух, и кровь, и еще целый ряд, скажем, они же работают и против раковых опухолей, поверхностных, правда, внутренне это сложно, но поверхности дерматология там и так далее, то есть, в общем, довольно активно сейчас работаем в области медицины, кроме лазерной техники. Это очень круто и здорово. У меня вопрос последний такой, тоже чисто обывательский, вы так отлично выглядите в свои годы, да? Сколько вам лет? Только что отпраздновали гюбилей 90 лет, только что. 90 лет. 11 ноября вот это вот еще осталось у нас, сидели наши, были много очень гостей. Привет вот этим молодым склеротикам и всем остальным. Вы бы сами как описали, вот в чем залог вашей бодрости, вашего благолетия и вашей такой неувядающей энергии? Вы знаете что, я думаю, что все-таки источник – это работа, конечно, это основное. Потом надо сказать, что не просто работа, мне кажется, что работа именно в Государственном оптическом институте дает очень много энергии, потому что вообще коллектив Государственного оптического института – это аура, которая существует, вот я проработала здесь уже 63 года, да, 63 года. Мы сейчас только живут. Да, 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 с 57 года, 63 года. Конечно, это совершенно особый институт. Он с огромными требованиями к ученым, к деятельности, к тому, что, ну, как говорится, выкладыванию полных сил для того, чтобы здесь работать и достойно работать, и делать какие-то интересные вещи. Вот, но вместе с тем общая аура совершенно, конечно, неповторимая по сравнению с другими институтами, и это отмечают все. Кстати, у меня очень много учеников, у меня там около 20 кандидатов наук, коллектив, в который я возглавляю, вот уже 50 лет почти, мы вырастили 8 докторов наук, более 30 кандидатов наук, и все всегда, даже уйдя из Государственного оптического института, говорят о том, что неповторимая обстановка которая в нашем институте существует, она помогает им жить и в других институтах, и работать в другой области. Здесь есть некая энергия. Да, да, да. Меня попросили коллеги ваши, я был приятно удивлен, что, оказывается, вы меня знаете, что, оказывается, вы меня смотрите. Да, 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 очень интересная воспередача, так что, да. Спасибо большое. Вот специально для вас. Спасибо большое. Как противодитель, он сейчас будет пересдаваться. Можно я подпишу легенде отечественной науки от автора? Спасибо. Да, мне кажется, это будет вполне уместно. Я, честно говоря, потрясен. Пишу как куролапой, конечно же, потому что мы все... Уже компьютерчик. Конечно, да, конечно, уже отвыкли мы. Это вам. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. Ну, а нам остается, так сказать, последняя фаза рассказа. Для этого надо спуститься в то место, с которого мы начинали. Ну, это на самом деле при входе. Основные, так сказать, экспонаты, да? Не основные, но они такие наиболее видные, понимаете, интересные. Вот это космические два объектива. Вот это объектив типа по Марс. Космический объектив. Тут большое фокусное расстояние, там больше трех метров. Зрачок большой. Одна из систем, которая после нас, после нашей разработки в ГОИ, потом выпускалась Литкарина и летала. А эта система вообще буквально только год назад была снята с вооружения. Летала тоже самая система космического наблюдения. Это из космоса на Землю, это в космосе за то же слоем пригоризонтном. То есть все такие шпионские. Нет, они не шпионские. Будем считать, что они двойных технологий. Эти объективы можно использовать как угодно. Можно даже, извините, создавать, использовать как коллиматор для создания идеальной точки и потом с помощью изучать что-то другое. А посередине, вот видите, великолепные тут часы Фаберже, это голограмма, голография. Я вам потом в кабинете покажу фотографию Денисюка, который в сенах нашего института начал развивать это направление. Хотя оно было не в ГОИ, было ГАБАРом создано за рубежом. И более того, тут я не говорю про интересную историю создания конкретного данного голографического снимка, но тем интересно, что создав это и сделав основы разработки голографии. Это создание, что это такое, двумя словами, создание объемного портрета путем восстановления волнового фронта, отраженного объекта со всех сторон. Так вот, изобретатель Денисюк был большой абструкцией в свое время, когда он это сделал в институте. Его тогдашний зам наш по науке, очень умный человек, не понимал. Ну, считал, что это какие-то игрушки. Да, 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 да. А сейчас это используется везде. Это причем не просто как изобразительная вещь. У нас, к сожалению, нет нынешнего голографиста, он сейчас болеет, целая лаборатория есть. Но эта вещь уникальная, потому что она сейчас может использоваться как элемент, извините, даже для работы наверху в космосе, когда наносится определенную голографическую структуру, она позволяет адаптировать эсему под изменяющиеся условия. Так что это уникальная вещь. А в принципе сейчас все ведущие музеи мира пытаются воссоздать голографические патриоты своих экспонатов для сохранения. Это даже можно демонстрировать. Ну, если человек не очень любит чувствовать саму ауру, настоящие вещи. Здесь была библиотека. огромная. Мы можем вас повезти либо в другой раз. Здесь под нами и наверху. Кто сможет открыть дверь? Наташа, откройте дверь туда, если она не открыта. Александр Васильевич, открой дверь, чтобы вы видели, как туда уходят бесконечные стеллажи, если она открыта. Вот. Видите? Подойдите сюда. Видите? И то же самое внизу. Библиотека наша. Но у нас ее, к сожалению, часть вывезли. Вот здесь вот поэтому, когда мы готовили два года назад к столетию, то у нас вот два зала. Мы просто специально для того, чтобы показать, что мы еще что-то можем. Здесь представлены вот эти старые здания, вот эти все истории наших встреч с предприятиями, с отраслью, с промышленностью. Ну, это какие-то такие поздравительные вещи. А здесь представлены вещи, которые вы видели. Вот одна из последних новинок, это зеркало из карбидокремния. Это одно из последних слов науки и техники, что называется, нашей разработки. Вот космические объективы. Кстати, как ты видишь эту красную штучку, вот этот объектив для космоса. Так ГОИ делали, так изготавливали. Эти системы, которые летали. Нас попросили показать, что в институте работают и представители мужской половины человечества, а не только женщины. Это очень сильно переживало. Это один из знаков. Он, кстати, вот работает в этом спектре ОФТ. Расскажи пару слов, только кратко. Есть такой проект международный, спектр ОФТ. В интернете можно, понятно, все найти. Начать наблюдения за звездами этой планеты. За пределами Солнечной системы. Да, наблюдения из космоса. То есть в 25-м году планируется полет корабля, который должен вывести в космос большой телескоп метр 70 диаметр с блоком спектрографов. Мы отвечаем за гестировку блоков спектрографов, стенд для этого делаем. Так что такая работа. А вот эта работа была проведена нами тоже космический солнечный патруль. Вот у нас руководитель Авокян был Сергей Возгенович этой работы. В чем его задача? Значит, задача была тоже это спектральные приборы выводятся в космос и наблюдается за Солнцем. Это непосредственно Солнце. Активность Солнца в том числе в рентгеновской области спектра, ну и дальше в ультрафиолете. Влияние Солнца на климат. Да, влияние Солнца на климат и не только на климат и как оказывается и даже на социальные явления, которые происходят на нашей Земле. Понятно. Они Солнцем тоже влияют. Но, к сожалению, единственное дело не дошло до запуска в космос. Там в очереди стоим. А аппаратура сделана, ждет. Тут много внедрений, много, вернее, изобретений есть и по оптике инноваций. Да, вот приемник вот этот такой оригинальный, да. Посмотрите, вот эти вот широкоугольные объективы. Это вам будет интересно. Вот широкоугольный объектив для аэрофотосъемки. Эти системы летали на самолета по программе «Открытое небо». А это перед вами космические объективы. Видите, вот я уже показала. Вот эта система, которую вам рассказывала Забелина, госпожа Забелина, вот для стыковки она использовалась. Ее представление здесь есть об этом. Вот эти вот кассеты мы сделали специально сюда вставлялись оптические образцы, которые... Летали в космос и исследовались. и потом приселились. Ой! Осторожно. Можете вот этот уникальный снимок сделать. Видите, вот я говорила о голографии, вот не вертите. Вот это наш Денисюк. Ну, его книги, тут некоторые книги. Это интересно. Ну, и последнее, что я вам хочу показать. Сейчас, Почти, если подойдете, вот посмотрите, вот здесь вот наши инфракрасные системы, всякие-то головки, системы для тепловизионных приборов, то есть, которые видят невидимое изображение, а тепловое излучение. Ну, вы сами понимаете, они от медицины до спецтехники не используются. Но они небольших размеров, хотя я лично занималась вот с таким зрачком, большие делали. Ну, сюда мы собрали то, что мы могли собрать очень экстренно вот перед нашим юбилеем два года назад. Я хочу обратить ваше внимание, еще вот этот прибор, выискатый, визир, сыковки, космонавты, с помощью которого была произведена сыковка вот со станции Солюция. Да, нам сказали только что. Вы видели? Да, 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 да. Ну, во все, вот чернице, как раз, выгибает. Элементная база, еще у нас разработана была в свое время, это дифракционные решетки, которые являются сердцем спектральных приборов. Сердцем. Они разлагают свет, звучаемый спектр. Дальше можно судить. Читая отчет за 50-й год, когда были получены эти решетки, впервые, прошлого века, значит, отзыв академика одного на решетки полученные. очень полезное дело. В СССР создали эти решетки, очень хорошо, что их создали, тем более, что правительство Соединенных Штатов Америки наложило ветвь на продажу их нам. Понятно. Хорошо, спасибо. Пойдемте. Тем временем мне тут сделали подарки, буду читать. Где мы сейчас находимся? Мы находимся в кабинете, который уже исторически всегда занимал зам по науке директора института. Здесь, видите, в кабинете директора такого большого стола нет, старинного, тоже практически по возрасту, как наше здание, где проходит заседание ученого совета института, защита диссертации. Ну, когда у нас небольшой, свой только коллектив, практически здесь около 20 мест. Ну, когда там большие заседания заслуженных гостей, мы идем в лекционный зал. Вот, ну, здесь вы видите, опять же, отличительная особенность. Это вот портреты всех наших ученых, которые были основоположниками очень многих направлений, я вам говорила. Именно это здесь, так скажем, фундаменталисты, то есть те, которые не просто какой-то прикладной изучили, ну, например, вот престижник, он же еще основа голографии изобразительной сделал. Вот эти все фотографии. Ну, чтобы сейчас времени у вас нет, я вам дам спецвыпуск такой, который был посвящен 50-летию Гои, значит, ему сколько уже сейчас лет? Значит, 52 года, и в нем практически про каждого есть, если вам понадобится для какой-то момента, можно. Все. Ну, и здесь только портреты, ну, вот наших двух, Дмитрия Сергеевича Рождественского и Вавила, вот вы видели портреты Сергея Ивановича, имя которого наш институт и носит. Ну, вот все, практически все. Все спрашивают историю вот этой вот, как бы, ну, ниши, никто не знает. Я думаю, знаете, что, Ирина Анатольевна, вот кто помнит, я прочитала вот в газетах сегодня утром, этих старых газет, да, идет разговор о том, что у нас было знамя, подаренное нам, вот в честь 50-летия. Да, тогда же, когда ордена, вот которые у нас висят, вот я должен, где эти знамена, понише, это очень похоже в сельское время, так было, ну, это встраивание современности, да, сейчас этого нет, не знаю, где, вот надо поднять вопрос, мне сегодня угол пришло, надо бы разыскать, это исторический факт, где он находится. Ну, скорее всего, да, здесь что-то инсталлировалось, какие-то... ну, наши награды и так далее, такое почетное место. На самом деле, вы можете попасть на экскурсию в Государственный оптический институт с турфирмой, ссылку на которую я помещу в описании под этим видео, а также размещу телефон экскурсовода, который непосредственно это организует. От себя хочу заметить, что мы, помимо прогулок на улице, теперь еще иногда перебираемся в теплое помещение, где я читаю всевозможные лекции, ну, и помимо моего романа «Корень», который есть в продаже, наконец-таки будет допечатан дополнительный тираж моего путеводителя по Невскому проспекту. Всю необходимую информацию вы можете найти точно так же внизу в описании под этим выпуском. На этом все. Оставляйте ваши комментарии, пишите ваши пожелания. Увидимся. Пока.